В Подмосковье, как известно, водятся лещи, а Чувашия теперь может похвастаться и стерлядью. Молодые журналисты запустили в реку тысячи мальков. Необычную акцию провели в рамках фестиваля «Волжские встречи». О рыбалке наоборот – репортаж моих коллег. Кто-то ловит, а кто-то выпускает воду. Более трех месяцев этих мальков выращивали в специальных камерах, кормили биодобавками. Чтобы они легко освоились в реке и не погибли, уже в инкубаторах была настроена подобающая температура. Плюс 8 градусов, как и Волгия. Рыбка выросла до 15 сантиметров в длину, размером с человеческую ладонь. Теперь мальки готовы к большому плаванию. Золотом России Великая Русская река славилась всегда, но с каждым годом в Волге этой рыбы становится все меньше, говорят специалисты. Восполнить ее популяцию возможно. Для этого и придумали благотворительную акцию. Наверное, каждый из вас мечтал, мечтает и еще надеется поймать свою золотую рыбку. И, наверное, каждый думает, как это неплохо быть рыбаком и поймать рыбку. Но самое лучшее, наверное, все-таки эту рыбку выпустить. Дать ей путь в большую Волгу. Подобного в республике не происходило никогда. Запустить стерлядь в воду сначала доверили самым юным. Первым рыбкам они решили присвоить настоящие имена. Первый рыбка. Назови маленькой. Ариэль. Рыбка Ариэль идет в Волгу. Так, давайте вместе с мамой выпускаем. Так, осторожно. Когда Ариэль уплыла далеко от берега, организаторы открыли затвор большого контейнера. Считанные минуты и мальков отпускают Волгу. Момент поистине торжественный. На старт! Внимание! Открыть затвор! Бурлящий поток воды унес в реку рыбий косяки. Пополнение большое. Экологический десант отпустил Волгу более 15 тысяч мальков. Скоро они начнут размножаться. Восполнить популяцию стерлядей удастся, уверены организаторы акции. Первый шаг уже сделан. Будет и второй. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоглев. Республика.